Не учить жизни, а слушать и если удастся увидеть, чем живет российская провинция. Такую тактику выбрали для визита в Ярославль докладчики парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня делегация из трех представителей ПАСЭ прибыла в наш город. В ее состав входят Андреас Гросс, депутат Национального совета Швеции от социал-демократов и бывший министр иностранных дел Греции и мэр Афин Теодора Бакаянис. В мэрии города они провели встречу с главой Ярославля за закрытыми дверями. После общения с мэром Гросс прокомментировал ситуацию с выборами в России и в Ярославле. Оказалось, что с Евгением Урлашовым он уже знаком. Я сейчас в чем убедился, это то, что и на областном уровне, и на городском уровне здесь существует значительный плюрализм в политических мнениях, что будет только благотворно сказываться для развития демократии как в Ярославле, так и в регионе. Поскольку политики учатся только тогда, когда они беседуют с разными людьми, исповедующих различные точки зрения. Никакой политик не будет учиться и узнавать ситуацию, если он будет беседовать с людьми, относящимися к одному политическому направлению. Мнение одной партии, мнение другой партии, мнение губернатора, мэра. И они расходятся, потому что вы даже видите, как расходятся мнения при спорах о разных политиках. И даже разные каналы мнения могут трактовать по-разному. Вот для того, чтобы это было откровенно, потому что это профессионалы, здесь вот и состоялась такая встреча. И мы говорили о развитии России, о развитии демократии, о выборном процессе, о взаимоотношениях исполнительной, законодательной ветвы власти и разных уровней исполнительной власти. Мы же с ними в Париже встречались, у меня же было выступление тогда. Вот, и мы уже виделись. Продолжение следует...